Потому что люди, живущие здесь, вот в этой рулетке, это Содом и Гоморра. Безумие, неверующие, сатанисты. Всё здесь самое блудное собралось. И мы пришли возвестить, что за это ждёт. Огонь вечный и мука с сатаною. А вы откуда? С кухни. Откуда? С кухни, с кухни. Позавтракал и пришёл сюда. Нет, нет. А страна у вас какая город? Вы вопрос, наверное, неправильно поставите. Вы хотите знать, где я нахожусь? Да, да, да. Ну, так и спрашиваю. Откуда? Откуда пункт А, бункт Б? Чего вы как маленькие? Я нахожусь в Алтайский край, Российской Федерации, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Вам довольны этого? Я не прячусь, я сижу, не лежу. И пришёл со Священным Писанием. Ради вашей пользы. Мне тут делать нечего. Но я пришёл, Бог повелел мне. Идите и проповедуйте Евангелие. Угу. А сколько вам лет? Я сейчас сказал, 81-й год. Вы прослушали. Полно. Вы можете записать два слова. Ключ к нашим ресурсам. Вы зайдёте на наш канал. У меня канал здесь большой. У меня 17800 роликов наших. Говорите, как Геннадий. Игнатий Лапкин. Запишите. Игнатий Лапкин. Можете здесь написать на меня, чтобы я прочитал. Правильно или неправильно пишите? Как? Как? Игнатий. Игнатий Лапкин. На меня тут. Вы вот так. Совершенно правильно. А вот если сейчас напишите канал, и во свете Библии Игнатий Лапкин. Сделайте. Канал во свете Библии Игнатий Лапкин. Канал. Канал во свете Библии. Вот Библия, от неё свет идёт. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Добавьте. Канал во свете Библии. Библии. Не Гиблия, а Библии. Вот она Библия. Видите, написано Библия. Во свете этой Библии. Вот, правильно. И вы сейчас откроете. Посмотрите. А что там посмотрите? Сколько подписчиков? Сейчас после эфира. Да, посмотрите. А что ещё расскажите? У нас... Что сказали? Говорю, что ещё расскажите? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Канал. Да, это понял. А про себя что ещё расскажите? Вот. У нас там роликов 17800. Мы строим деревню православную. Они просто... Это наши, именно наши. Как я с студентом, в пяти университетах вёл занятия и отвечал на вопросы. Их все вопросы высвещены. Понял, понял. А как можно с вами встретиться? Вы пить чай? Так, вы в скайп зайдите, Игнатий Лапкин. В скайпе я один на весь интернет с этой фамилией. А там я скину наши ресурсы, сайт. В сайте там мои 41 книга, которые написаны мною. Встречи. Как мы проехали из Барнавула до Владивостока, потом до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. 650 остановок было, городов. И сделали подарок в библиотеке на 35 миллионов рублей. А вы богаты, да? У меня большая пенсия. 8141 рубль 33 копейки. За 35 лет стажа. А? А где же 5 вообще? Там, Паш, да? Да. Это не просто дом. А он единственный в России такой дом. А почему? Можете показать, да. Я скажу, что когда я освободился в 87-м году, я 5 тюрем прошел, за слово Божие. Реабилитирован 4 января в 91-м году, как политзаключенный. И стал требовать, что у меня изъяли, а создал я самую крупную в мире фанатеку, как считают. Я 50 книг насчитал, оформлял музыкой, все. Они должны были мне теми деньгами 11 миллиардов. 11 лет шел в суд, я его выиграл. Выиграл. Ну, не полностью. А рассчитываться нечем. И судебный исполнитель пришла в городскую администрацию, а ответственные их сделали. А КГБ в стороне. Как хитро сделать. И рассчитываться нечем. Она сказала, арестовывай все счета, ни один бюджетник не получит, пока слабкими не рассчитаетесь. И тогда я предложил, нам нужна недвижимость. И вот около самой Аби, красивое место, 13 соток и два здания. Мировое соглашение было. Все, и здесь я нахожусь. Приехал мэр города, редакция, тут центральная газета, все это засняли, по рукам ударили, поцеловались. Все, это все в интернете стоит. А он бывший парторг моторного завода, мэр города, входящий в десятку лучших мэров России. И говорят, вы с коммунистами целуетесь. Я говорю, они уже теперь другие. А можете ваш дом хоть показать? Что показать? Дом. Дом не могу показать. Об одном мы молимся. А вот зайдете в Ютубе, вы увидите снаружи. Я снимаю когда. Я тут как покажу сейчас? Никак. Я в комнате сижу, а у нас еще темно. А вы через компьютер, да, сидите? Ну, я-то... У меня не просто так, а процессор, монитор. У меня такой... Купили мне мои почитатели. А у вас семья есть там? Ну, это не имеет значения никакого. Вон там ходят, сын, вы видите. Это мы, врачи, пришли сюда людям сказать, так жить нельзя, как здесь живут. Виноват Путин, Путин. А где мы виноваты? Знаете, у меня один знакомый, ему 86 лет, кажется. Ну, здоровый, крепкий мужик. И ему прислали футболку. Она такая широкая, а он здоровый. И на ней написано «Ихбеншульдик». «Ихбеншайсидубишульдик». По-немецки. Я прочитал, думаю, тут и на. Спрашиваю, а что написано? А зачем мне знать? Я тогда позвонил сестре, она преподает немецкий язык в университете. Ну, она так стала говорить. Ну, это знаешь, я вроде навоз. Я говорю, может, дерьмо, говно? Ну, да. Я позвонил племяннице в Германию. Она говорит, да, так. Тогда я этому и говорю, знаешь, что написано-то? А там так вот. «Ихбеншайся». А вот так рука и пальцы. «Адубишульдик». То есть я говно, а виноват ты. Вот. И он сразу ее снял, больше не надевал. Не надо никого винить. Конструктивная программа та, где я виноват. Я сразу двигаюсь вперед. Вот пример. В стране у нас теперь уже 31 тысяча поселений исчезли. Это ужасно. Страна разваливается. А что сделали? Мы взяли землю государственную. Статус получили. Государственный. На дороге теперь табличка на нас, на наше село Потеряевка есть. Построили дома. Храм. Школу государственную. Дороги. Шесть прудов отремонтировали. За свой счет. Скотину разводим. Официально налоги платятся. Вот один фермер у нас. У нее немного уже земли. Нет, 430 гектаров. Второй склад построили. У нас, кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый раз разговариваем. Кому поселиться? А я поселюсь. Не поселишься. Ты поймешь, что тебе делать тут нечего. У нас все открыто. Столько вам лет и такой год рыбы? В 81-й год. Ну, у меня две голубятни. Я с голубями тут вожусь. А голуби... У нас статья большая была в Алтайской правде. У злого человека голуби не живут. Я подтверждаю. Я почти 65 лет с голубями вожусь. Голуби. Значит, это его слабость. Я не считаю это слабость. Наоборот. Я зайду, как они воркуют. Я на голубятни залезу. Голуби, а вы знаете, Христос воскрес. Они вот так голову на бок. Я с ними разговариваю, им проповедую. На душе легко и весело. И вы когда зайдете на наш... Вот если вам надо не YouTube, а сайт. Сайт. Не Skype, а сайт. Это через Google. Сайт. Те же самые слова. Во свете Библии, Гнатин Лапкин. Вы там встретите 50 книг аудио мной начитанные. Государственная фирма у нас снятая. Вам это... Сайт у этого равных нету. Там не выскажешь сколько всего. Вот последний у меня 38 томов вышло. И только последний у меня книги 4 тома стихов. Каждая книга 800 страниц. В каждом стихотворении 36 строчек. 9 куплетов. А вам вообще кто-нибудь помогает там деньгами? Вот когда мы поехали с книгами где-то. А у меня же ничего нету. 8 тысяч 100 рублей. Ну какая же пенсия-то. Смешно даже. А я молюсь. У меня живая связь с Богом. Я... Господи, помоги. Вот у меня тут два священника ночевали вот это. Ну это, как сказать, кровати, нары, шконки. Там как угодно назови. Я говорю, надо помолиться. Мне завтра книгу выкупать. Томик стихов. А денег нет. А откуда? Я говорю, понятия не имею. Бог знает. Они священники. И ему удивительно, что я с такой верой обращаюсь. Легите спать. Часа два только было. Звонок. Я, значит, сразу... Кто? А вы кто? Я говорю, вы звоните ко мне. Вы и назоветесь. Мы из Америки. Город Сакраменто. У нас умер дядя. Звать его Климент. И говорят, где церковь во имя Климента, там молитва лучше доходит. Я говорю, у нас церковь Анфима не комедийского. А Климента это лагерь. Я создал лагерь сам. И 48 лет без помощи государства тысячи детей подняли. Конкретно. Работа и все. И они говорят, завтра деньги получите. Я иду утром. Через 20 миллионов деньги уже здесь. Я уже отдал. Теперь нам ехать надо. Сколько? Ну, сколько надо выкупить как раз. И вот ехать надо в путешествие. У нас на одно путешествие только. А мы 120 тысяч километров проехали. Только на одно. 440 тысяч прошло. Мы газель купили. Она как танк идёт. Газель. Нам же... Вот один комплект у меня книг. 31 килограмм. Я должен туда... Мы контейнер границы забросили. Тонн 5. И доедем, докуда возвращаемся. Куда заедем? Загружаемся. Через неделю опять уходим. Это всё удивительно. Этого нельзя сделать. Это никто не делал и не сделает. А что сделают-то? Ну, в первую очередь, книги. Какие книги? Видели не где-то в библиотеке у Владимира Владимировича Путина. Они у меня в библиотеке Ленина в Москве, в парламентской, в исторической. Где-то примерно стихотворение 85 положено на музыку, поются. Вы можете зарядить? А сколько сейчас у вас там время? Сколько? Время у вас сейчас сколько? У меня время сейчас здесь 8 часов 26 минут. Девятый час. Пол девятого, считай. А утро опоздает. Утро, да, конечно. Алтайский край. На 4 часа разница с Москвой. Вас как звать-то? Сережа. Сергей. Почтенный. Переводится. Так что будьте достойны своего имени. Не оскверняйте язык скверными словами. Будьте честными всюду и везде. Вот я когда проповедовал, и были преступники, каялись. Я говорю так. У тебя дело закрыто, да? Уже почти закрыто. Теперь уже, ну, закрыто-закрыто, но еще суда не было. А ты хотел бы, чтобы Бог изменил? А я за все врал. Там неправда. Я говорю, только надо будет вызвать прокурора по надзору, и мы не можем жить со лжи. И ты все расскажи, как было. Так меня тогда осудят на 20 лет. Вот тут не надо на это смотреть. Я христианин. И ни одному срок не повысили, а уменьшили. Один там на заводе работал, и такая аппаратура там передавать. Я говорю, а куда ты делаю аппаратуру-то? Я говорю, начальник КГБ Алтайского края, я ему привозил. Я про него разве могу сказать? А почему нет? Ты бы и сказал. Он мне сказал, привезти, я привез. Понимаешь как? Лошадь дьявола. Вот сейчас есть такой ролик вышел. Интерью с дьяволом. Вы потом посмотрите. Интерью с дьяволом. Прям с дьяволом идет разговор. В лесу они сидят, журналисты ему задают вопросы. И он отвечает. Очень полезно. Интерью с дьяволом. Это не наш ролик. Это он где-то в Америке или где записан. Понял вас. Вот так. И вы по скайпу зайдете, по скайпу, Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. И скажете, мы тут в этом, в Содоме встречались. Я вам сразу скину данные. Хорошо, до свидания. А если в Мой мир зайдете, Мой Мейл.ру называется, Мой мир. У меня там 24 тысячи фотографий. Наших, не чужих. И здесь вот 17 800 роликов. Хорошо, до свидания тебе. Храни Господь вас. До свидания, Сергей. Да благословит вас Бог. До свидания. Радость, что Христос умер за нас и воскрес. Сдавай с тобой по баклане. Хорошо. Такую радость ты принес людям. Я гляжу, что-то у вас вид такой, как с похмелья с глубокого. Да, есть так. Ну, как с похмелья. Нет. Вы знаете, запишите мои фамилии, и вы меня дете в скайпе. Только трезвы когда будете. Да не надо, не надо. Мне ваши фамилии, я просто... Ну, ладно тогда, все. Говори. А что нужно-то вам? Ну, а что ты там падаешь, там, в Библии, там, или все? Ну, я и сказал, Христос умер за нас и воскрес, и ждет с покаянием людей, чтобы люди жили по-божески. Тебя как зовут, Отец? Так, все, пока. Отец. Жертвы Иисусовой, что он умер за нас, достаточно не на один земной шар. Если у вас есть вопросы, касающиеся спасения души, вечности, вот этот момент для вас настал. Вы можете задать? Не веришь в Бога. Ну, что, что сделаешь-то? Это хуже бесов стали люди. Яков в послании пишет, и бесы веруют, и трепещут. Слава Иисусу Христу! Так, мы пришли сюда, чтобы людям сказать о великой радостной вести, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Здравствуйте, я вот, я с вами, блин, извините. Я просто камеру не могу поставить. Я с телефона просто сижу. Извините, пожалуйста. Я. Прямо удивительно как. Я вас слушаю. У вас дома эта книга есть? Какая? Такой нету. А храм от вас далеко? Нет. Ну, в церкви вы можете достать. Это главная книга мира. Это откровение Божие. Я что, должен ухать? Или что, как я ее достать могу? Что-то у вас все прыгает, ворощается там как-то. Нет, просто это, телефон, извините. Просто это... Плохо. Ну, поправляю. Я слушаю. Да, подождите, ничего. Не пейте ничего. Маленько поговорим. Я сейчас буду уходить. Вот непрерывно пьют и хлюпают. Как людям не стыдно это. Ну, еще. Ну, те, кто пьет. Ну, все, которые здесь вот есть, все на 100%. Женщины, мужчины... Ну, это может быть кто-то там... Я просто зашел, извините. Я с работы пришел, думаю, дай с чем-то пообщаться. Ну, хорошо, потом пообщаетесь. Или потом пить будете. Ну, зачем тут-то на глазах-то? Я говорю, вот, я, допустим, в пяти университетах вел занятия. По два часа. И не позволил на капелье стакан, чтобы ставили. Это неприлично. Я просто вас не понимаю. Еще понимать-то огонь... Огонь гасит, блудный огонь, и гиенский пытается залить. Причина, вы даже этого не знаете. Но именно в этом дело. Я хочу сказать о том, чтобы люди жили по-божески, по Писанию.